всем привет сегодняшнее занятие про мета таблицы мы расскажем и посмотрим и протестируем мета таблицы как они работают в роблоксе но это занятие будет полезно и для тем кто просто изучает язык лоа этот урок понятен будет для тех кто уже знает что такое просто таблицы таблицы в языке лоа можете посмотреть у меня несколько занятий есть по таблице тоже ссылки ставлю и так мы будем смотреть с вами сайт что нам представляет сайт девелопер для roblox про мета таблицы а на следующем занятии вот посмотрим более углубленное изучение мета таблиц на русском языке я ссылки дам кто хочет сам прочитает текст и не будет тратить время на мои видео уроки но раз просили то делаем и я не буду roblox studio запускать я буду все смотреть zero brand studio принципе если вы в роблоксе создадите серверные скрипты будете запускать вы такое же те же результаты получите в окошке output даже более красивый потому что в роблоксе все чуть более красиво сделано чем в этом zero brand studio и так что мета таблицы такое ну давайте немножко я включу русский сайтик ну вот давайте посмотрим на схему дело в том что когда мы создаем любую табличку например вот так присвоить так присвоить допустим один два три накрываем фигурную скобочку у нас создается можно писать так local табличка содержимым 123 первом индексе нашей таблички единичка во втором двойка третьем тройка напоминаю для тех этот урок для тех кто уже знает как работают таблицы языке лова можете посмотреть другие у меня уроки по этой теме их несколько так так вот вот мы создали вроде бы таблицу ты но она создается таким образом что кроме таблицы за значение у нас еще будет некая мета табличка создана или переиспользована одна мета таблица могут может быть использована для нескольких различных таблиц но можно сказать что это некая секретная таблица которую мы не видим мы обращаемся к ты обращаемся к ее значением и сами того не подозреваем что у нас где то есть еще и мета таблицы ну давайте посмотрим что это мета таблица что она нам позволяет сделать я буду переводить с английского мета таблицы позволяют таблицам стать более мощными чем раньше они присоединяются к данным и содержат некие значения которые называются мета методы ну могу сказать мета функции вот мужик функциями с привыкли языке лова мета методы запускаются когда определенные действия произведены с нашими табличками вот ну давайте посмотрим вот пример кода переносим его вы можете свой скрипт переносить я переношу да так давайте запустим запустили так у нас выполнил выполнились эти две строчки и вот здесь у нас есть результат нил что мы создали мы создали таблицу с названием лист в ней два значения и потом мы попросили напечатать третье значение из нашей таблички под названием лист но третьего значения у нас нет вот идем дальше по сайту наш код наш скрипт поискал в нашей табличке третий индекс и понял что его здесь нет и вернул нил вот как мы здесь видим действительно но тут написано что это совершенно неверно что же реально происходит когда код наш скрипт начинает искать третий индекс если этого индекса нет ну точнее если под номером 3 ничего нет то он смотрит если у нас мета табличка присоединенная к нашей таблице если мета таблички присоединены к нашей табличке лист нет то он возвращает просто нил как будто как и есть как будто нет у нас третьего значения так ну давайте посмотрим главными функциями которые нам позволяют найти мета таблицы в нашей таблице эти функции называется set meta table значит установить использовать какую-то заданную таблицу и get meta table значит получить узнать какую мета табличку использует наша таблица давайте этот код скопируем сюда я даже свой сотру и даже привет свой закомментирую так вот так и давайте так ну я уменьшу все умещается почти всем еще помещается на экран и так смотрим set meta table функция возвращает табличку для которой мы устанавливаем для которой мы выбираем мета таблицу так что эти два кода так ну давайте первый сначала разберемся потом к этим двум участкам и так здесь мы просто создали мета таблицу создали просто пустую таблицу с названием и занесли в переменную x дальше мы создаем табличку на самом деле обычная пока табличка но назвали ее мета table теперь с помощью функции цвет мета table мы таблицы x присоединяем секретную спрятанную табличку мета table так что теперь у нашей таблицы x есть мета table мета табличка с названием с названием которое содержится в мета table если мы теперь напечатаем результат функции get мета table получи мета табличку у таблицы x то получим адрес ее в памяти запустили так ну нам здесь пишут что результате должно напечататься таблица такая-то по адресу такому-то ну мы можем вот так сделать мы можем напечатать x напечатать таблицу x и напечатать таблицу мета table и давайте напечатаем еще вот так так давайте запустим так мне что-то не нравится у нас здесь немножко не умещается еще уменьшим окей так теперь запустим отлично так что мы здесь получили в принте мы получили таблица 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 обращаем внимание первое мы печатаем адрес нашей таблицы x вот он какой-то кончается на 1 cb 0 потом печатаем нашу табличку мета тейбл ее адрес кончается 1 cd 8 и потом печатаем адрес мета таблички нашей таблицы x и мы видим что эти два адреса одинаковые так что и мета тейбл и присоединенная мета таблица к табличке x одинаковые они находятся в одном и том же месте памяти нашего компьютера ну извините что я вам так подробно рассказываю может быть кому-то это поможет так два вот этих кода делают совершенно одинаковые производят совершенно одинаковый результат вот такой код и действительно зачем давайте посмотрим зачем нам создавать сначала пустую таблицу а потом присваивать пустой таблице x еще и метод мета табличку если мы можем сразу сделать в табличку x присвоить set мета тейбл здесь мы создали без всяких переменных пустую табличку и без всяких переменных ей присоединили еще и пустую таблицу с мета данными ну конечно ваших реальных программах здесь скорее всего что-то будет заполнено но мы это сейчас увидим так давайте переходим к мета методам мета методы так мета методы это такие функции которые хранятся внутри мета таблички и они могут вызываться точнее могут работать от вызова таблицы как функции до добавления в таблицу чего-то или даже деления таблиц на таблице вот список мета методов которые могут быть использованы в роблоксе первый метод метод это два подчеркивания сначала почерк почерк вот название значит нашей функции мета метод почерк почерк индекс первый параметр у этой функции таблица второй параметр индекс этот метод срабатывает когда мы пытаемся получить результат нашей таблицы индексировать таблицу например вот так пытаемся напечатать эти методы будут объяснены вот здесь ниже давайте посмотрим так а ну нет здесь более сложные уже давайте тогда я буду иллюстрировать там нет примеров на такие простые вещи так вот этот метод индекс будет запущен когда мы пытаемся получить значение с несуществующим индексом вот смотрите если мы в нашей табличке заполним 1 2 3 допустим индексы вот то метод мета метод индекс не сработает можно вот так сделать пишем индекс нам сразу подсказывают table и ключ присвоить function точнее не так вот так не с лишняя скобка у нас получилось запятую ставим так и давайте здесь напечатаем например я не то не тот индекс мета метод так ну давайте теперь запустим нашу программу запустили так нет ошибка у меня открывающийся все правильно здесь был правильный закрывающийся давайте я по-русски не буду больше печатать я буду здесь латинскими буквами мне надоело так запускаем наша программа выдала элемент который находится по индексу 2 двоечка давайте попробуем 4 например и запускаем смотрите 4 у нас нет такого элемента в нашей таблички кстати можно вот так еще красивее делать вот она у нас табличка мы будем заполнять но зато у нас напечаталась я мета метод индекс он у нас не сработал мы здесь можем например выдавать всегда 0 нужно не print можно не печатать мне можно принято ставить но можно следующую строчку сделать например вот так return минус 1 то всегда когда мы обращаемся к нашей табличке с несуществующим индексом когда возвращалась не нил например минус 1 давайте попробуем как у нас будет происходить все отлично вместо нил мы всегда получаем минус 1 и давайте попробуем еще и с другим давайте даже цикл я никуда не спешу у нас опять урок будет не знаю на сколько минут неважно так давайте от единицы до например 10 do print x индекс это мы закомментировали теперь запускаем и вот смотрим что нам выдает смотрите для 1 2 3 индекса нам полноценно выдали наше значение дальше у нас срабатывает мета метод индекс который видит что мы не туда лезем и выдает минус 1 вот он в ритурне и так далее 10 никакой ошибки никакого нила не не получаем можем закомментировать теперь вот этот принт и давайте еще раз запустим и вот какое значение мы получили сразу мы думаем для чего эти методы можно использовать проблоксе а для того чтобы у вас не произошли ошибки когда вы пытаетесь залезть несуществующий индекс или когда ваша программа прекрасно работает но какой-нибудь юный хакер или не очень юный пытается взломать взломать вашу игру он например посылает несуществующие данные от клиента игрока из локального скрипта через события и посылает какие-нибудь огромные числа или несуществующие но если вы правильно используете мета метод и не просто из таблицы с помощью вот вот такого вот квадратных скобок по индексу читаете значение вашей таблицы а продумали защиту от таких вот хитрых взломов вы можете обезопасить себя от взлома ну просто подумайте на эту тему так следующий метод new index почерк почерк new index первый параметр таблица потом индекс ну как предыдущим и значение запускается когда таблички индекс пытается быть установлена какое-то значение если такого индекса нет то может быть установлен в табли так ну мы это сейчас тестово может быть также установлен таблички а ну понятно если если таблица пустая то эта табличка будет проиндексирована ну ладно правильно понял или нет давайте мы вот это стирать не будем мы просто добавим следующий следующий метод мета метод так он у нас называется new index new index так value значение и так таблица ключ ключ или индекс можно здесь слово или написать нужно были вы помните что в нашей таблице кто смотрел уроки кто знает как работает у нас можно не только числовые значения индекса можно еще ключи использовать ключи могут быть текстовыми строками чем угодно так вот это еще надо давайте опять раз комментируем чтобы видеть какой метод я не буду уже комментировать мы просто понимаем откуда эти принты появляются и давайте запустим так ну мы видим что у нас вызывается только мета метод индекс а новый у нас не вызывается давайте попробуем его сейчас сделаем искусственно x например в четвертое значение присвоить текст кука так запускаем и смотрим так сработал мета метод индекс все нормально вот он сработал а ну мы здесь возвращаем минус один но этот метод на самом деле что же у нас возвращает у нас он ничего не возвращает но мы можем вот такую вот штучку добавить в наш метод например только здесь у нас key должен быть написано key так return ничего не значит мы его стираем он здесь не работает так и вот посмотрите 1 2 3 4 а четвертое хотя мы попытались занесли занести в несуществующий индекс какое-то слово четвертый не сработал видите мета метод индекс сработал что нет у нас такого значения но теперь когда мы до конца дописали нашу наш мета метод new index у нас все должно сработать чуть побольше сделаю давайте вот это сотрем так запускаем ох что-то у нас тут много чего сработало так так давайте мы будем вот так печатать чтобы не было понятно индекс индекс и так и давайте в new meta метод тоже выведем какие у нас приходят параметры в него как у нас много я устал листать вот это да так давайте очистим еще раз запустим а ребята он срабатывает каждый раз когда мы еще раз делаем присваивание так что как бы запускает сам себя причем непонятно так и уже ошибка 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 так переполнение стека так что у нас идет зацикливание так давайте наверно попробуем вот так сделать а здесь мы не можем здесь мы не можем это я забегаю уже вперед ребята я не знаю на этом занятии мы будем это использовать или нет set row придется придется его использовать он здесь есть ух здесь нет вот здесь если бы мы смотрели на русском языке вот здесь здесь это все объяснено ну давайте попробуем сделаем правильно set row так как у нас этот set row давай сейчас поищем я уж просто не помню так ага row get и row set угу сейчас объясню что это такое row set таблица вот и все отлично запускаем все сработало тоже происходит оказывается я кстати это рассказывал про на уроке про таблицы мы можем более быстро заносить данные табличку не просто присвоить вот как у нас здесь было table в квадратных скобках key потом значение дело в том что язык луа обязательно ищет есть такой индекс если его нет использует мета метод а вот этот скажу тупой прямой метод row set он не думая не вызывая никакую мета мета метод мета функцию прям сразу берет вот указанную таблицу по указанному индексу или ключу и заносит вот такое значение и это может работать в 10 или там в 100 раз быстрее так что если в вашей игре или вашей программе где-то используется много чтения и записи то нужно использовать не нужно а можно использовать row set и row get ну смотрите мой урок про таблички все отлично мы реализовали функцию и давайте посмотрим как у нас все работает и так в индексе первом так во первых вот у нас сработал мета метод newindex табличка так вот мы смотрим x 4 нам напечатали адрес таблицы x напечатали вот здесь вот напечатали какой индекс или ключ мы что-то хотим занести и что именно мы хотим занести отлично значит в этой строчке вот в этой строчке у нас в табличке в нашей уже стало 4 значения и теперь мы их перебираем в цикле от 1 до 10 и видим что сработало 1 2 3 4 и видите уже не сработал на индекс 4 еще раз не сработал newindex потому что мы в этой строчке занесли в несуществующий индекс он один раз только сработал вот ну и дальше у нас уже newindex не срабатывает потому что мы только читаем мы только читаем ничего не заносим если мы здесь напишем мы можем вот так сделать давайте x и т присвоить и умножить на на 2 и давайте посмотрим что у нас произойдет о как произошло так здесь мы смысл получаем для печати x и т и у нас там так как по этому индексу ничего не было то мы получаем минус 1 благодаря этому мета методу дальше срабатывает newindex значит мы создаем мы в новое в новую ячеечку пятую заносим число так где 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 она да в пятую заносим порядковый номер вот и умноженный на 2 ну и видно что все это вызывается так что если хотите остановите видео подумайте как это все работает значит все у нас срабатывает давайте к следующему так что у нас есть call call это вызвать срабатывает когда мы пытаемся нашу табличку вызвать как функцию ну и аргумент туда будет или список аргументов туда будет предоставлен так давайте мы мы попробуем вот так сделать x и вызываем x привет 1 пока 2 так запустили ошибка ну потому что мы не можем запускать табличку как функция давайте попробуем сейчас мы сюда добавим еще один мета метод мета метод call кстати вот про этот мета метод new index тоже для защиты наших игр можно использовать так я мета метод call так ну return здесь не нужен так table key здесь на самом деле видите три точки значит здесь может использоваться любое количество аргументов посмотрите мой отдельный урок как использовать функции неограниченным числом аргументов очень подробный урок так ну а мы здесь не будем неограниченное число ну сделаем например вот так и один или давайте даже вот так а1 а2 а3 и здесь печатаем а1 а2 а3 запустили так нам говорят вы должны закрыть в 16 что-то я не то сделал а вот что сделал вот эта строчка должна быть здесь так как мы вот в эту табличку во вторую мета табличку заносим наши функции вот наша функция новая запускаем опять что-то не то жалко что это не стрим иначе вы мне подсказали ага вот так отлично лишняя запятая была так ну что ж у нас call запустился у нас уже на эту строчку не ругалась наша и мы можем ну видно что мета метод call запустился ну мы просто здесь напечатали какие-то аргументы а мы можем сделать вот так ну в принципе эта строчка уже уже означает что у нас функция выполнена здесь мы можем например сумму какую-то произвести можем подсчитать ну что угодно этим сделать можем выбрать вызвать скрипт уничтожения нашего там игрока которого мы передали параметры и так далее главное что все сработало переходим дальше подумайте как можно кстати использовать вот этот метод call вызов таблиц как функций честно говоря я никогда не использую я обычно пишу икс и через точку имя метода например вот так кстати сработает как вы думаете я знаю что нет не сработало потому что если мы так делаем нужно передать еще и табличку саму и опять не сработало так через двоеточие пробуем это не тема этого урока посмотрите урок чем отличается вызов через точку через двоеточие так окей дальше конкат конкат это срабатывает когда мы пытаемся вызвать присоединение так давайте создадим присоединение помните конкат это вот так вот эти две точки называют соединение но в данном случае соединение двух строчек текстовых а если мы хотим две таблички соединить давайте попробуем давайте попробуем не будем реализовывать просто мы его здесь сделаем просто он нам должен будет сказать он сработал в этом уроке так в конкат там две таблички должны быть конкат табличка и значение хотя нет я его даже могу реализовать метод и что нам передают нам передают табличку и какое значение так у нас ничего не ругается давайте сделаем поменьше допустим до 5 вот так давайте теперь чтобы сработал этот метод что нужно сделать нужно сделать вот так x присвоить например какое-нибудь значение вот такое текстовое ошибка в двадцать восьмой строке ну наверное вот так нужно x да сработал метод конкат табличка видите что здесь табличка здесь значит одинаковая все это имеет отношение к иксу и аргумент вот нам текст присоединился если мы здесь напишем например таблица нам здесь написали что да вот вместо этого этих птичек имперсантов у нас табличка передается и тут уже как мы хотим реализуем этот метод давайте я сделаю так пусть у нас передается конкатенирует что делаю немножко глупый метод который позволяет просто присоединять к нашей табличке любое значение и я воспользуюсь где-то у нас raw set был я вот так вот сделал table да в эту табличку куда мы будем писать это мы сейчас высчитаем мы будем писать вот сюда вот так кто знает кто смотрел урок про таблицы здесь мы берем количество элементов таблица и добавляем единицу и значит в конец таблицы будет дописано наше значение запустили так у нас ругается 32 страничка так в чем у нас здесь загвоздка не понимаю так еще раз запускаем в тридцатой а попытка индексировать нил значением я не понял так вроде у нас здесь однице до то так ну давайте вот этот конкат мы закомментируем да у нас все сработало значит здесь я немножко неправильно давайте не raw set давайте сделаем вот так table пусть вызываются другие мета методы вот так реализуем а получилось так получилось то получилось вот раскомментируем опять ошибка не индекс таблицы наверное нужно вот так сделать так здесь у нас написано в конкат не написано что он у нас здесь вызывает давайте попробуем давайте попробуем так вернем ладно ребят я конечно дойду до решения потому что если что я запущу документацию посмотрю просто я этим методом не пользовался не будем его реализовывать главное что у нас срабатывает давайте посмотрим другие так здесь он срабатывает мы его закомментируем чтобы он нам не портил работу окей так ну может быть я ускорю даже так unm метод срабатывает когда унарный оператор минус использован на таблице ну давайте и попробуем его вызовем так и у нас только табличка нам вот она так и давайте попробуем вот так вызовем print минус x вот так например так вот так вы видели что если я вызываю минус x 4 то у нас сначала получается элемент 4 а у нас здесь есть уже кука вот и нас у нас кука здесь будет напечатано ну подождите будет даже ошибка потому что мы не можем минус сделать минус текст а если давайте мы например в 5 в чем заносить у нас есть 1 2 3 значения давайте вот например 2 минус 2 должно быть вот минус 2 все правильно срабатывает но наш минус наш метод минус унарный он срабатывает без индекса если минус название нашей табличи таблички вот вот здесь он сработал так отлично ну и печатается ну потому что мы здесь ретурн мы можем давайте ретурн какой не делаем ретурн 0 всегда пусть 0 ну здесь какие-то вычисления будут любые вот он у нас ретурн потому что мы печать делаем print до этого нил было сейчас то что мы возвращаем из этого мета метода ладно идем дальше это немножечко скучаю так потому что у нас возможно есть уже пример давайте посмотрим какие мета методы здесь используются так вот метод метод деления здесь использован мета метод метод to string вот эти методы очень похожие смотрите add это оператор плюс sub это оператор минус умножение div деление mod деление по модулю pow это возведение в степень to string это превращение таблички в наши наши таблички в строку мета тейбл так ну до этого мы дойдем так в общем вот эти вот методы вот эти они работают одинаково и мы можем для их изучения использовать предоставлены нам код давайте мы пока вперед забежим делаем копировать код ставить так давайте запустим все работает не обращайте внимание этот индекс минус один это мой старый код возвращает а вот здесь минус 3 и 3 что-то возвращает уже наш новый пример итак что мы делаем мы создаем табличку в которой ключу почерк почерк type присваиваем текстовую строчку вектор 2 кстати знакомо ну да по роблоксу это как у нас работают вектор 2 есть еще вектор 3 с теми значениями в роблоксе mt это метатейбл просто краткое название таблички так в мета табличке в мета метод индекс мы присваиваем табличку вектор 2 такс ну и давайте посмотрим какие мета методы мы создаем для таблицы mt вот у нас есть деление и toString итак как работает деление мета метод вот давайте здесь посмотрим if табличка и значения в а у нас табличка в b у нас значение так в данном случае мы все равно все равно проверяем так 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 здесь немножко у нас по-моему неправильно написано но неважно так два значения всегда умно будет проверить что нам передали параметр а число нам передали или не число смотрите если нам передали первый параметр в а число то тогда у нас должно быть первый аргумент число а второй вектор мы заносим переменную скаляр первое ну точнее а значение в вектор заносим значение b и возвращаем вот такой вот пользуемся создаем вектор вот у меня нет уроков про ООП объектно ориентированная программина здесь уже сложный сложный пример вот это вот конструкция создает некое подобие класса из кило и в результате когда мы пишем vector.new у нас создается новый вектор вектор 2 уже с каким-то новым значением скаляр вектор скалярное значение поделено на вектор x и то же значение поделено на вектор y как бы получаем новый вектор наоборот если у нас первое не число мы проверяем а вдруг у нас второе число тогда наоборот мы вектор уже делим на скаляр все то же самое только наоборот и у нас есть третий вариант если первое значение вот таким значением мы понимаем что нам передали таблицу у которой есть ключ type видите здесь мы в ключ type занесли вектор а в роблоксе в этом type могут быть разные значения потому что например вектор 3 и мы проверяем так это значение у нас правильное ну есть там хотя бы тип этого значения ладно это окей а здесь мы проверяем а нам передали вектор 2 мы же для вектора 2 сейчас пишем деление мета метод и дальше проверяем то же самое для второго аргумента нашей функции если все нормально если нам передали в а вектор 2 и в б вектор 2 то мы просто возвращаем еще один новый созданный вектор где создается новый вектор с двумя значениями x x x деленное на b . x и а . y деленное на b . y так я вижу что у нас нет еще одного условия проверка на дурака а вдруг у нам вернули вот что произойдет если нам неправильные задали параметры для нашего мета метода на самом деле ничего здесь не произойдет ничего не выполнится так ну и дальше у нас есть еще мета метод to string он просто печатает содержимое нашего вектора 2 в виде текстовой строчки чтобы удобно было его не видеть не смотреть как вот у меня здесь написано table.000 а прям нам содержимое нашего нашей таблицы которая играет роль вектора 2 напечатали нам напечатают x и напечатают y через эту текстуру так и вот еще метод создания нового вектора вот он у нас использован здесь везде вектор 2 вектор 2 я думаю где он а оказывается вот он у нас здесь записан создается пустая табличка в переменной self но ей устанавливают мета табличку которая относится к вектору 2 вот она у нас мета табличка для вектора 2 так и если нам передали параметры new x и y то они туда и записываются в x заносится значение которое передали здесь в y которое здесь если их не передали то будет вектор нулевой 0,0 и потом возвращаем эту табличку которая у нас в переменной self отлично и так дальше мы создаем вектор а вектор ну второй вектор который 10 5 и создаем вектор b кстати про векторы я наверное рассказываю у меня есть плейлист про сифрейм там наверное можно посмотреть и понять что такое вектор или просто про векторы математики что такое векторы потому что в школе я не помню с какого класса вообще проходят может класса с 8 так и создаем второй вектор минус 3 4 ну если вы с роблоксом знакомы можно представить что это как бы координаты у нас вектор 2 с координатами x10 5 вектор 2 с координатами минус 3 4 так ну и дальше у нас уже мы вызываем мы печатаем результаты деления вектора а на вектор б б на а двойку на вектора и вектора делить на 2 вот мы видим что ожидаемые результаты которые в комментарии показаны они у нас здесь печатаются но вы смотрите мы же здесь реализовали смотрите давайте я закомментирую вот этот метод toString и давайте запустим видите в результате у нас печатается табличка 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 поэтому вот этот метод очень полезный toString позволяет для нашей таблички для новой типа вектор 2 у которой мета таблица находится в мт и у которой есть мета метод toString напечатать все уже в красивом виде видите уже начала печатать наши векторы вот это результат работы toString так что у таблички переданной параметр t печатаем x содержимое ключа x и содержимое ключа y надеюсь что-то понятно из того что я говорил ну давайте посмотрим что мы дальше можем посмотреть ну и все то же самое с делением ясно сложение умножение и так далее очень хороший пример на самом деле что видите мы к нашей табличке можем прибавлять или делить просто обычное число а можем две таблички складывать вычитать делить как вы захотите здесь как раз реализация вот на три варианта расписано так метод table что у нас делает так этот пример я стираю пока что что у нас делает метод table если у нас есть есть такой метод то он блокирует запирает метод метод table для срабатывания через метод метод get method table и будет возвращать то что мы здесь скажем это не даст всяким юным хакерам получить мета таблицу нашей таблицы и как то ее изменить и испортить так ну давайте это как раз тоже может пригодиться нам для защиты наших roblox скриптов от изменения или данных так мета table мета table и никаких параметров но нет наш привычный принт в ваших реальных конечно же мета методах не должно быть никаких принтов это и для отладки для обучения только вам показывают так у меня здесь 0 минус м7 например пусть возвращает так давайте запустим нашу игру ни разу не возникает у нас эта вещь давайте здесь сделаем попробуем мета метод напечатай ко мне get meta table и вот этой нашей таблички x запускаем так интересно нам вернули все таки нашу таблицу так вернули нашу таблицу так что в роблоксе это должно сработать а в zero brain studio это не сработало нам все равно вернули какую-то табличку либо я должен таблицу вернуть так ну-ка давайте несколько раз запущу и посмотрю адрес меняется или нет нет всегда один и тот же адрес давайте попробуем а у нас даже даже не срабатывает метод table так 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 я может неправильно имя здесь сделал так у нас даже не срабатывает ладно так может быть луа нужно другой выбрать луа 5 3 тоже не сработало все время возвращает в общем блокировка мета таблицы вот в обычном луа языке zero brain studio не срабатывает я не буду роблок studio запускать но вы пожалуйста можете этот пример я его выгружу тоже выгружу по списку где вы уроки скачиваете просто будет язык луа кто хочет или кто-то может быть сам проэксперимент проэкспериментирует и скажите мне пожалуйста в комментариях действительно ли блокируется мета метод так дальше идут мета методы и q и lt и так они очень похоже работают и q срабатывает мета метод когда мы нашу таблицу с кем-то сравниваем например print xx равно равно y ну с какой-нибудь табличкой все это аналогично то что мы про деление смотрели lt срабатывает когда мы используем оператор меньше le срабатывает когда мы используем оператор меньше или равно ну и тут написано что если мы используем например больше или здесь больше и равно то просто местами меняются значения и срабатывают как бы для другой таблицы тоже можете проэкспериментировать здесь все в принципе очевидно так вы сможете сравнивать векторы ведь мы в роблоксе можем вектор 2 и вектор 3 сравнить больше они или меньше это как раз чудо позволяет нам совершить мета методы вот эти реализованные для нас создатели роблокса уже для всех вектор 2 вектор 3 и так далее например brick color для различных типов данных или для различных даже объектов партов инстансов уже куча вот этих вот методов созданы так дальше вот что за молот я не знаю молот используется в слабых табличках про слабые таблички наверно не рассказывал и не хочу сейчас рассказывать но может быть расскажу так а а ну и тут написано что у нас в роблоксе инстансы никогда не бывают слабыми табличками а таблички которые содержат такие ссылки слабые слабые никогда не вызывают собиратель мусора подразумевается если мы используем слабые таблицы но сейчас урок не про слабые таблицы они могут заполнить память память может переполниться и на сервере и вызвать ошибку и у локальных скриптов скриптах игрока так garbage collector мета метод табличка он запускается когда запускается чистка мусора в вашей табличке тоже я про это наверное не говорил и когда я объяснял на уроке про таблицы а ну тут и написано что в роблоксе этот мета метод запрещен потому что эта штука срабатывает в случайные переводы если вы отдельно не управляете сборкой мусора ну я расскажу что за сборка мусора смотрите вот например у нас есть табличка в ней значение 1 2 3 4 мы их до 1000 например до 1000 набрали с помощью какой он цикла мы занесли в нашу табличку тысячу каких-то значений потом мы в ходе нашей игры мы некоторые значения уничтожили или заменили их другими и в результате наша табличка в памяти начала занимать уже в каком-то другом месте возможно она и возможно начала занимать в десять раз больше чем была хотя у нас осталось всего допустим три значения а остальное неиспользуемая память и тут приходит на выручку гербоч коллектор собиратель мусора и он пересортирует нашу табличку и она опять начинает занимать маленькое место в памяти но дело в том что вот эта функция собирания мусора она может очень медленно работать если например у вас очень много данных например вашу игру сейчас играет тысяча человек прямо сейчас зашло и у вас есть табличка со списком игроков и вы понимаете что некоторые игроки входят выходят и в один прекрасный момент приходит пора отсортировать эту таблицу уменьшить и это может занять большое время и у вас например лаги в скрипте лаг производит поэтому в роблоксе этот мета метод запрещен ну с помощью него возможно можно было тоже лаги какие-то создавать не знаю почему можно только догадываться что мы его запретили так ну если бы я его здесь сейчас тестировал я же тестировал не в роблоксе а в zero brain studio в обычном языке луа то все бы работало так ну и лэн лэн это обрабатывает этот метод когда мы используем вот такую штуку мы хотим узнать например количество элементов нашей вот так давайте решетка x сколько всего элементов в нашей табличке x запускаем мне написали 4 а дело в том что мы можем в x смотрите тоже смотрите мой урок в x например код видите это не числовое значение ключ код я напишу такое значение жирный очень жирный код давайте если я запущу свою программу то мне опять напишут что всего четыре значения а на самом деле в нашей табличке четыре значения но еще и в ключе текстовом ключе код еще какое значение а нам все равно выдает 4 но мы можем правильно считать длину если мы реализуем мета метод и будем перебирать но это тоже смотрите уроки может быть не мои а там есть еще языки есть уроки про луа про таблички как работать с ключами таблиц как работать с индексами и вот мы можем написать наш метод len и там сначала посчитаем количество ключей и потом считаем количество например индексируемых данных а если у нас слабые таблицы с какими-то перерывами мы можем тоже очень хитро как-то посчитать но это зависит от того как вы что вы и как вы храните ваши таблички а может быть вы вообще не хотите юным хакером которые пытаются в своих скриптах измененных на клиентской стороне узнать сколько в табличке в таблице значений но вы им будете здесь все время возвращать минус единицу потому что для работы ваших скриптов вы каким-то другим секретным мета методом узнаете или вообще не пользуетесь вот усложняйте вы можете таким образом усложнить жизнь тем тем кто взламывает вашу игру так ну и давайте я переведу все-таки этот метод лен зарабатывает когда с помощью решетки мы пытаемся узнать количество и написано только юзер дата на самом деле тут написано уважается так давайте как у нас кстати переведет мой переводчик действительно уважает метод да кошмар конечно юзер дата юзер дата нужно делать наверно пример но я вам словами уже примерно объяснил как можно то можно использовать так где-то у нас здесь были примеры со сноской 1 что используются два значения но это неважно в данном случае это у нас начальный урок так что нам еще здесь пытаются сказать так здесь диф мы посмотрели использование мета таблиц существует множество способов использования мета таблицы например ну вот мы юн м у нарный метод минус инвертировать таблицу вот кстати вот он здесь реализован что мы создаем мы создаем пустую таблицу перебираем и значение в нашей таблице и инвертируем с минусом заносим их в такой же по такому же индексу или по такому же ключу в наши в нашу созданную пустую табличку когда мы все это производим цикле дошли до конца возвращаем нашу табличку и в ней будут инвертированные значения ну вот вам пожалуйста реализация тут я думал как реализовывать окей так здесь нам показывают интересный способ как создать и использовать мета метод почерк почерк индекс давайте посмотрим и нам объясняют что индекс будет срабатывать когда табличка x была индексирована когда мы здесь она тоже индексирована в принципе точка x и когда наш индекс или ключ не найдены то у нас язык луа начинает искать мета метод индекс начинает искать индекс называемый x находит один и возвращает его так ну давайте-ка проверим так как у нас здесь срабатывает не туда я вставил наверное да не туда я вставил эту вещь так я не буду свой комментировать просто последнее значение вот единичка должна выдаться окей теперь мы можем проделать все то же самое с более простой функции вот так запускаем так у нас произошла ошибка а ну нам здесь пример нам как использовать колл я тоже спрашивал мета метод это уже другое так давайте тогда разберемся все таки с индексом я не понял зачем они вот здесь такой пример сделали так мы это пока закомментируем а давайте мы не x а y например вызовем что нам что нам здесь выдадут смотрим мы вот на этот код я выделил запускаем нил окей значит только если мы объясню а здесь теперь x попробуем единица и так ну ладно тут тогда все ясно как срабатывает мета тейбл у нас не функция а мы включить x для заносим единица можем даже вот так сделать x точнее таблица x x присвоить 555 вот как вы думаете что выдастся в конце я уже запустил в данном случае 555 почему так сработало непонятно я думал будет единица кто знает чем я здесь ошибаюсь почему я ждал здесь единицу когда с раскомментирован раскомментированной строчкой 53 можете написать в комментарии мне интересно но я сейчас еще подумаю вы понимаете наш урок уже подходит концу я уж тут сам разбираюсь тем что мне непонятно было так так заносит единиц 2х x 2х 1 1 выдали так и так сейчас пробуем понять я запускаю печать ключа под названием y в таблице давайте я запущу у нас нил потому что такого ключа нет но при этом а вот как можно сделать можно наш отладочный принт туда добавить наш мета метод а то мы не знаем что у нас вызывался ах мы тут тоже не можем добавить потому что в данном случае в индекс у нас занесено занесена заносится не функция а уже какое-то значение поэтому я print никуда не могу вставить я могу переделать это как функцию но тогда будет вот как мои мета методы нет это не интересно но тогда можно конечно сделать отладку не хочу я здесь отладку включать я просто предполагаю что будет вот как когда мы запускаем наш скрипт выполнение нашего скрипта доходит до 54 строчки мы пытаемся напечатать не существующий ключ y что происходит этого ключа нет поэтому у нас срабатывает вот этот мета метод и у нас в ключ x уже 0 заносится единица когда мы переходим к следующей строчки 55 мы пытаемся напечатать ключ x но он уже занесен потому что видите сработал вот этот код и поэтому мета метод индекс уже не срабатывает у нас просто выдается существующий ключ tx точнее значение ключа x единичка печатается ну вот так я это понимаю так дальше написано но это уже сказал что понятно что мы таблицы не можем запускать как функции но я вам уже показал что это работает кстати попробуйте этот прикольный здесь здесь примерно здесь добавляется при запуске наши наши таблицы скобка скобка мы передаем параметр например четыре значения и у нас каждому значению в нашей таблице добавляется вот этот параметр например если таблица у нас было 123 у нас будет значит четверка если запускаем может запустить давайте запущу она здесь у нас уже написано да я могу без запуска смотрите вот у нас таблица была со значениями 10 20 30 если мы ее запускаем с пятеркой то каждому значению прибавляется 5 еще 5 еще 5 ладно есть хотите просто с этой страничке запустите скрипт но мне тут все очевидно так что можно еще сделать а можно сделать например сложение таблиц но здесь получится ошибка так как у нас нет метода сложения и вот здесь нам показывают реализацию сложения таблиц ну кстати посмотрите как здесь сделано здесь две таблички соединяются ладно скопируем поставим и посмотрим запустили так и нам печатают наш сумму наших таблиц при сумме при суммировании ну вот этот мета метод а д д он создает новую табличку суммирует суммирующийся суммирующийся и каждом ключе каждом значение в первом во втором в третьем будет сумма точно таких же индексов первой и второй таблицы и так мы здесь видим что 10 плюс 13 11 плюс 14 но все похоже 12 плюс 15 окей так когда когда это нужно использовать когда мы обычно используем мета таблицы надо же урок еще не очень кончается видите до конца сколько зато я полностью вам эту страничку перевожу так ну теперь мы уже все эти простые функции простые примеры посмотрели давайте подумаем что можно более сложное придумать так давайте попробуем простую программу сделать которая просто запоминает какое-то число когда обычно для вычисления этого числа приспорю приходится запускать функцию которая очень долго работает так что первый раз если мы запустим вычисление этого числа у нас происходит какое-то вычисление но здесь фибоначчи что ли используется не знаю а ну здесь не фибоначчи у нас здесь какая-то сложная функция которая суммирует числа от 1 до 20 и потом еще суммирует числа от 1 до 10 там что-то вычитает индекс и так далее так что эта функция довольно долго работает но мы можем для каждого числа сделать хэш кэширование не хэш извините кэшировать за кэшировать результат то есть одиннажды вычислив значение т и т т для единички мы конечно запускаем давайте я все у нас уже стираем мне это неинтересно давайте этот пример мы запускаем сложное вычисление итак при первом запуске ну нам здесь говорят первый запуск будет медленный потому что это первый раз когда мы считаем значение для т 1 то там вызывается функция вычисления математической проблемы для числа 1 для вот первого и мета таблица когда видит что мы для мета когда мы для объекта ну в данном случае например единица так давайте я ее запущу вот она запустилась хотя здесь она якобы быстро запускается мы можем здесь сделать вот так до 2000 все равно быстро на моем компьютере конечно читает ладно пусть без изменения будет итак разбираемся таблички t пустой вот она пустая мы добавляем мета таблицу вот она мета таблица в ней есть мета метод индекс мы ему передаем так про объект я не очень понял а сама табличка окей саму себя передаем и какое-то значение ключ в данном случае ключ или индекс один или два передается дальше мы для этого ключа вызываем функцию которая считает нужное значение и полученное значение вот этой медленной функции мы заносим переменную num потом мы заносим в нашу таблицу с индексом key вот это посчитанное значение ну еще и возвращаем само значение вы помните что мы когда в самом начале нашего урока мы помним что мета метод этот индекс запускается только если в нашей табличке нет такого ключа нет такого индекса но в данном случае мы здесь по этому индексу мы уже заносим в результате посчитанное значение так что смотрите первый раз когда мы запустили у нас этого значения видите табличка здесь пустая по индексу 1 у нас ничего не было поэтому запустилась вот эта сложная функция она что-то посчитала и по этому же индексу вот здесь в этой строчке занесла значение для второго то же самое у нас пустая табличка значит не было второго индекса все это посчиталось и занеслось во второе но вот эта строчка здесь мы уже печатаем табличка по индексу 1 а здесь у нас уже в табличку при вот этом запуске у нас уже в первый индекс уже было занесено число поэтому здесь никакого вычисления никаких методов уже не вызывается никаких функций у нас просто из таблички считается число вот так и работает кэширование в языке луа так я вам уже рассказал про raw set raw get raw equal что когда мы с мета таблицами играем мы можем столкнуться с теми проблемами что у нас начинают рекурсивно запускаться мета методы и кончается память у нас все вылетает чтобы мета методы не запускались мы можем использовать для записи в нашу таблицу какого-то значения raw set для чтения какого-то значения из таблицы raw get raw equal он просто сравнивает в таблице например индекс 4 равен какому-то значению или нет так в самом начале урока уже вам показал что проблема так происходит так но здесь все это продемонстрировано что я вам показал а ну и все вот конец урока ну что я вам хочу сказать конечно же подписываемся шлем донатики чтоб мне было интересно писать уроки ставим лайки колокольчики ну и так далее всем пока спасибо ждем следующего урока вопросы задаем в комментариях